Выпускника Житикаринской средней школы номер 4 Ердаулета Оспан пригласили в Кустанай специально по случаю награждения патриотов. Отличную учебу в школе он совмещает с занятиями спортом. Также юноша посещает военно-патриотический клуб Мукан. Готовимся поехать на республику на слет военно-патриотических клубов Айбын. В будущем я хочу связать свою жизнь с военным делом. Это долгий путь, тяжелый. А именно я хочу быть сотрудником КНБ. Молодой патриот получил грамоту Акима области и наручные часы с изображением герба Республики Казахстан. Такой же презент преподнесли известному в стране спортсмену Сергею Матвиенко. Благодаря его победам и победам его воспитанников на мировой спортивной арене не раз поднимался казахстанский флаг. Мы как спортсмены тоже всегда несем ответственность за наш герб, за наш флаг, за наш гимн. Я думаю, что всем очень приятно, когда казахстанские спортсмены добиваются самых серьезных результатов на Олимпийских играх, чемпионатах мира. На торжественном мероприятии говорили об истории праздника, государственных символах. Собравшиеся патриоты с гордостью вставали со своих мест, когда в зал нанесли казахстанский флаг и зазвучал гимн. В этом году День государственных символов отмечается 27-й год подряд. Причем из года в год наши символы становятся более узнаваемыми во всем мире. Под нашим флагом были проведены такие мероприятия, как саммит ОБСЕ в 2010 году, конференция организации исламского сотрудничества в 2011 году, старт Евразийского экономического союза в 2015 году, председательство ООН в 2018 году, ежегодный Астанинский экономический форум. Зауре Байменова сообщила, что на конкурс «Я патриот» было подано более 200 заявок по разным номинациям. Это культура, спорт, здравоохранение, промышленная деятельность. Отмечены люди, совершившие героические поступки. Завершилось мероприятие концертом, состоящим из патриотических песен.